Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня в нашем сюжете один из самых красивых, один из самых изящных японских микроавтобусов Honda Elysion. Машина продается в RDM Import Новосибирске и я вам сразу скажу машина классная, но давайте теперь разберемся почему она такая интересная. Если честно мы очень долго ждали когда в наши руки попадет такая машина, потому что Elysion не очень распространены в Новосибирске, а теперь эта машина есть у нас в продаже. Поэтому мы можем снять про нее хороший сюжет. Машина попала к нам путем обмена, то есть наш клиент воспользовался услугой трейд-ин и приобрел себе другую машину, а эту сдал. Автомобиль 2011 года выпуска, вообще эти машины выпускались с 2004 года по 2013 и есть они немножко другие, по-другому выглядят с другими фарами передними и задними, то есть там оптика шире, больше и машина выглядит совсем по-другому, более громоздко. Но вот именно в таком варианте, на мой взгляд, вот самый лучший вид у микроавтобуса, который только может быть. Узкие фары передние, задние, вид действительно очень изящный, спортивный, но добавить мне больше нечего. Машина мне очень нравится, как внешне, так и внутри. В нашем случае комплектация G-Aero. Здесь по кругу идет декоративный обвес, ну и в общем-то это все, что отличает по большому счету от других комплектаций. Просто машина более спортивно выглядит. Оптика здесь ксеноновая, туманочки стоят, передняя камера установлена. Машина на самом деле достаточно большая, поэтому камеры лишними не будут. В нашем случае на машину установлены красивые литые диски. Вообще у автомобиля дорожный просвет 165 мм. Это неплохо для микроавтобуса, потому что есть машины и с меньшим клиренсом. Автомобиль широкий, на трассе точно он очень комфортный, я уверен. Дорожный просвет, конечно, можно приподнять проставками специальными, но я думаю, что это скажется на управляемости. В общем, не низкая, не высокая, но уверен, очень комфортная. Сердце нашего автомобиля это хорошо знакомый нам по многим моделям Honda двигатель K24. Это 2.4 объем, 160 лошадиных сил, двигатель цепной, крайне надежный, неприхотливый, ставится, как я уже сказал, на многие модели. И я считаю, что этот движок можно практически миллионником называть, потому что сейчас таких надежных движков уже не делают, помимо Honda, конечно же. Еще что, важный момент, здесь полный привод, потому что для такого автомобиля все-таки полный привод необходим, потому что она тяжелая машина, и зимой будут однозначно проблемы при старте, при подъемах каких-то. Вот полный привод здесь такой классический для Honda, передок основной, зад подключается автоматом, в общем-то и все, больше здесь никаких фишек в плане полного привода нет. Еще очень важный момент, японцы на многих своих машинах уже перешли на вариаторную коробку передач, сейчас даже и на робота они переходят. Но здесь установлен обычный автомат, пятиступенчатый. Машина начала выпускаться достаточно давно, в 2004 году, и тогда как бы с вариаторами не особо еще многие производители дружили. Ну и так как модель достаточно старая, относительно старая, то вот до самого конца производства сюда устанавливали обычный классический пятиступенчатый автомат. Вот я знаю, что для многих это важно, что вот именно, чтобы простой автомат стоял, хотя я думаю, что с учетом немалого веса этого автомобиля, неплохо бы здесь, конечно, было бы иметь и вариатор, потому что расход был бы гораздо меньше, и от мотора можно было бы получать больше мощности на малых оборотах. Подвеска здесь вся независимая, что тоже добавляет плюсов к управляемости, к плавности хода, к комфорту. Тормоза, значит, все здесь дисковые, и передние, и задние. Насколько я знаю, можно их, кстати, усиливать. Машина все-таки тяжелая, повторюсь. А в целом автомобиль надежный, потому что это, во-первых, Honda, во-вторых, она делалась для внутреннего японского рынка. Здесь все узлы и агрегаты, они старые, проверенные временем. На самом деле, это очень интересный автомобиль с технической точки зрения в том числе, потому что вот этот мотор, он базовый, но есть двигатели более мощные, такие как 3 литра и 3,5 литра, и каждый из этих вариантов может оснащаться как передним, так и полным приводом. Но на самом деле, те машины были достаточно дороги для растаможки, поэтому их очень мало, а вот 2,4 это самый распространенный, наверное, вариант. Но в целом модель, как я уже говорил, не очень распространена в России даже в целом, и поэтому большая удача, что вот этот Elysium попал к нам на съемки. Багажник у любого микроавтобуса, это, конечно же, просто песня. Здесь места очень много, но если вы будете пользоваться третьим рядом сидений, то вот посмотрите, места, в общем-то, немного. Можно поставить две большие сумки дорожные, и все. Но фишка этого конкретного автомобиля, этой модели в том, что сидения и второго, и третьего ряда, они, конечно же, трансформируются, и у них, так сказать, общие полозья, общие салазки на второй, третий ряд. Точнее, и второй, и третий ряд двигаются вперед-назад, все это дело складывается, багажник становится большим. Еще учитывайте, что потолок здесь тоже очень высокий, поэтому можно действительно перевозить какие-то объемные, крупногабаритные вещи и не пользоваться, так скажем, грузоперевозками. В отличие от многих современных праворульных японских машин, здесь есть запаска, она спрятана снаружи, под полом, то есть она болтается на улице. А в самом салоне есть маленький бардачок, маленькое отделение под полом, куда можно складывать разную мелочевку. Для пассажиров третьего ряда есть, конечно же, подстаканники, розетка, дополнительное освещение, воздуховоды. Места, сразу скажу, там очень много, все-таки машина достаточно длинная, порядка 4,80, там, с копейками его длина, поэтому для всех людей в машине места действительно очень много. К примеру, на минивенах меньшего класса, чтобы сзади было удобно сидеть, на самом последнем ряду второй ряд нужно двигать вперед. Здесь этого делать не нужно. На некоторых микроавтобусах сидения третьего ряда пристегиваются к стене, к бокам, либо прячутся в пол. Здесь же, к сожалению, так сделать нельзя, но можно пододвинуть этот ряд вперед. При необходимости можно в машине, конечно же, и переночевать. Опять же, третий, второй ряд раскладываются, к сожалению, ровной поверхности не получается, но при наличии каких-то других вещей можно эти дырки, так скажем, закидать и, в принципе, с достаточным комфортом в этой машине переночевать. Самые комфортные места, конечно же, на втором ряду. Посмотрите, сколько места сидения второго ряда отодвинуто максимально назад. И я вас уверяю, что на третьем ряду практически столько же места. Действительно комфортно. Так, есть подлокотник широкий с подстаканниками. И, что немаловажно, кстати, на многих подобных автомобилях очень не хватает подлокотника для пассажира, потому что на самой двери его нету. А здесь на кресле оно есть, точнее подлокотник есть. Вот, в общем, добавляется комфорт. Естественно, есть печка для задних пассажиров, есть специальный блок управления на потолке. Вообще, можно сказать, что здесь трехзонный климат-контроль для водителя, для переднего пассажира и для задних пассажиров он тоже отдельный. Теперь расскажем, какие еще есть опции в этом автомобиле. Ну, хотел бы сначала сказать про дизайн салона. Скажу честно, машины марки Honda мне всегда очень нравились. И вот этот автомобиль не исключение. Поэтому к дизайну у меня лично вопросов нет. Как загорается, как вспыхивает приборная панель, это вообще отдельная песня. Подсветка классная. И материалы достаточно качественные, ничего нигде не скрипит. Все, так скажем, в тему. Но что касается опций, в данном конкретном нашем случае у этой машины комбинированный салон. То есть у нее по краям вставки из кожи, на подлокотниках тоже кожа. А посерединке такая ткань. Сразу видно, что она не дешевая, как на бюджетных автомобилях. И по прошествии многих лет состояние этой ткани очень хорошее. Видно, что она достаточно крепкая. Отходит еще очень долго. Так, здесь еще есть две камеры. Это передняя, про которую я уже говорил, и задняя. Вот, штуки очень полезные. Еще подогревы наружных зеркал. Подогрев зоны покоя дворников. В наших краях эта вещь вообще супер незаменимая. Руль кожаный регулируется по высоте, так же, как и сидение водителя. Естественно, все стеклоподъемники здесь электрические. Здесь есть отдельная кнопка на включение подсветки для задних рядов. То есть вы можете отсюда управлять именно светом в машине. Само собой, огромное количество разных бардачков и ящиков. От мелких до больших. В дверях место тоже есть. Фирменный столик от Хонды между передними сидениями, которые можно складывать. В нем целых три подстаканника и есть еще потайной ящичек. Здесь тоже есть ящик справа от руля. В общем, много всего интересного. Левая дверь здесь на электроприводе, а правая с доводчиком. Про климат-контроль я уже говорил. Ну и само собой, здесь все работает. Машина нереально приятная. Несмотря на то, что она не новая, сохранилась она просто замечательная. И еще вот этот автомобиль, чем отличается от других? К нам в руки попала комплектация, которую можно назвать комплектацией для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями. Значит, сидение переднее левое, оно с электроприводом, но не в привычном формате. Это сидение полностью выезжает на улицу, то есть человек, который не может самостоятельно забраться в автомобиль. Вот с этим креслом он сделает это без труда. Таких машин вообще очень мало попадается к нам в России. Но все-таки, я думаю, это кому-то может быть полезным. Вот, если же не пользуются по прямому назначению, ну, можно просто так поиграться. Итак, наступил тот момент, когда мы катаемся на автомобиле. Машина большая, как вы уже поняли, и это накладывает свой отпечаток на управление и на обзорность, то есть как себя вообще вести за рулем этого автомобиля. Но на самом деле проблем нет никаких, потому что обзорность отличная, зеркала большие, передние стойки достаточно массивные, но при этом они практически не мешают обзору. Сидишь очень высоко, как на каком-то внедорожнике. Поэтому в этом плане все отлично. Шумоизоляция. Японцы никогда не отличались шикарной шумоизоляцией, даже несмотря на то, что машина это такого класса, такого уровня. Но в целом терпимо. Значит, что еще? Ну, вообще, конечно же, я думаю, что полностью эта машина в плане комфорта раскрывается на трассе. Город все-таки для нее, наверное, тесноват. Про качество материалов я уже сказал. Вот, сейчас мы выйдем на дорогу и попробуем динамику этого двигателя. Напомню, что у нас здесь 2,4 литра. Итак, немного подадим газу. Что мне нравится в Хондах, именно в движках от Хонды, они хорошо и быстро раскручиваются. И даже несмотря на небольшой объем, вот в данном конкретном случае, машина неплохо разгоняется. На самом деле я ожидал худшего. И что еще мне нравится? Звук. Думаю, что ни один, наверное, мотор, вот именно из японцев, вот с таким объемом, не звучит так приятно, как в этой машине. И в той же CR-V. Ну, в общем, везде, где этот мотор ставился. Вроде обычная четверка, обычный 2,4 литра. Но звучит действительно приятно. Не буду говорить, на каких машинах звук неприятный, да, но вот здесь все классно. Хотелось бы еще сказать про сидения. У Хонды всегда были хорошие сидушки. И эта машина не исключение. Боковая поддержка отличная. Подлокотник левый и на двери находятся практически на одном уровне. Поэтому очень удобно. Но при этом можно сидение, конечно же, поднимать, опускать и подстроить под себя индивидуально. Места над головой много. Это добавляет, конечно же, комфорта. Основные конкуренты у этого автомобиля какие? Это Toyota Alphard Vellfire и Nissan El Grand. В силу стоимости этого автомобиля и его конкурентов, не так они, конечно же, распространены. Но вот такие вот конкуренты, в общем, есть. У всех есть свои плюсы и минусы. Но я думаю, что многие со мной согласятся. Все-таки Elysian выделяется, ну, как минимум, дизайном. С ликвидностью этих машин проблем нет никаких. Потому что, ну, конкуренция в этом классе, конечно же, небольшая. По обслуживанию, по расходам тоже проблем я не вижу. Потому что это чистокровная Honda, достаточно надежная. Вкладывать деньги сюда придется редко. Но, конечно, если вы приобретете автомобиль в неправильном где-то месте, у перекупов, со смотанным пробегом и так далее, после какой-то серьезной аварии, в общем, там, где вам про машину честно не расскажут, то, естественно, ждать проблему нужно и готовиться даже финансово в этом плане. Вот. Ну, а приобретая машину у нас, вы будете знать абсолютно все перед покупкой. Поэтому сюрпризов не будет 100%. Если подвести итог тест-драйва, то машина очень приятная в управлении и комфортная. И 2А4 мотор – это приемлемый двигатель для этой машины. Ну, все-таки придется сказать про конкурента. В общем, как-то я катался на Альфарде 2А4 и вроде объем тот же, мощность практически та же, но тому автомобилю как-то вот мотора, ну, чувствовало, что не хватает. Здесь на самом деле все хорошо, поэтому эту машину с таким двигателем можно брать спокойно. И даже наличие здесь полного привода не особо-то и сдерживает его динамику. Также еще одна особенность у этой машины, ну, как на многих Хондах и на других тоже машинах, в общем, начиная движение, все замки блокируются. Это сделано в первую очередь для безопасности. А еще у этого Иллюзиона есть японская сигнализация. Вообще, автомобили, которые приходят из Японии, ну, не знаю, одна из тысяч, у которой бывает действительно сигнализация японская. И вот здесь она тоже есть. Это действительно редкая штука. Ну и само собой, конечно, полезно. Ну что, друзья, будем заканчивать. Скажу так, моя давняя мечта осуществилась. Я наконец-то прокатился на Хонда Элизион. Эта машина продается в автосалоне RDM Import Новосибирске. Вы можете ее приобрести, прокатимся, поднимем на подъемнике. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока.